Монстры подводных глубин. В мире, очевидная невероятная 30 июня 11.30 монстры подводных глубин на берега морей каждый год выбрасывает жутких чудовищ, о которых не знает наука. Виталий Корюков. Комментарии в просмотров 2591. На фото, заголоток в газете «Охотник на монстров». Фото. Instagram.com slash bricksam underscore seafish. Летом миллионы россиян устремляются на море. Солнце. Теплый воздух, ласковые волны. Однако море не только заряжает хорошим настроением и спасает от депрессии. Оно еще хранит множество тайн. Каждый год волны выбрасывают на берега морей и океанов огромное количество существ, о существовании которых ученые не подозревали. А бывает и так, что на берегу находят привычных вроде морских животных, но размеры их подчас поражают воображение. Случается, что и рыбаки вылавливают в море редкие экземпляры. Не так давно в твиттере на страничке профессионального рыбака из Великобритании Джоша Перкса появилась необычная фотография гигантского моллюска. На фотографии мужчина позирует с двухметровым осьминогом, щупальца которого достигают полутора метров. Перкс специализируется на добыче морепродуктов для элитных лондонских ресторанов. Ему попадались разные экземпляры рыб и головоногих, но такого монстра он не припомнит. На фото, пятьфутовый осьминог в руках у профессионального рыбака из Великобритании Джоша Перкса. Фото. Вообще осьминоги бывают разных размеров, взрослая осыпь может быть всего несколько сантиметров длиной, а тут такой гигант. Хотя некоторые виды, например, осьминоги до флейна могут достигать в длину 4 метров и весить целую тонну. Надо заметить, что осьминог убивает свою жертву ядом, жаля ее клювом. Данный экземпляр Перкс поймал в прибрежных водах градства Дивон. Интересно, что, как только Джош опубликовал фото своего улова в Твиттере, его сразу же приобрел один из ресторанов. Однако, с древних времен известны осьминоги-супергиганты, которые, по свидетельству моряков, были настолько чудовищных размеров, что могли просто утопить шлюпку или даже небольшой корабль. Их часто еще называли гигантскими кальмарами. Именно о таком монстре писал еще в их веке моряк Фрэнк Томас Буллин, избороздивший в свое время океаны и моря на китобойной шхуне и описавший немало встреч с морскими чудищами. Встречаются они и в наши дни. В прошлом году, например, на пляже в Новой Зеландии местные жители нашли экземпляр, который, конечно, нельзя назвать супергигантом. Однако, такая находка все-таки тоже впечатляет. Еще одним местом, где частенько люди находят подобных монстров, является Индонезия. Но то, что явилось перед обитателями местного острова Сыром, не идет в сравнение ни с чем. Там два года назад на берег в одной из ночей вынесло волнами просто гигантское 15-метровое морское чудовище, которое местный житель в темноте принял было за потерпевшее крушение судна. На фото, местные жители не могли понять, что это за гигантским существом, фото. А вот во Вьетнаме в провинции Кьонзинг тоже на пляже рыбаки обнаружили странное и, в то же время, пугающее существо это была не морская звезда и не актиния. Пришелец из океанских глубин был похож на морское дерево, которое устрашающе шевелило, словно руками, своими ветвями. Нашедшие это морское чудо-юдо уверяли, что никогда не видели ничего подобного. Увидишь такое и сразу станет не по себе. Сразу же вспоминаются ходящие по лесу деревья с шевелящимися ветвями из фильма «Сказки Морозка». В той же Новой Зеландии полгода назад на берег океана недалеко от города Аклент волнами вынесло огромное существо, которое странно пульсировало и подрагивало. Находкой оказалась волосистая цианея самая большая в мире медуза. Ее заметили на пляже несколько человек. Сообщается, что она ядовита, но не смертельна. На фото, любители пляжного отдыха в Новой Зеландии обнаружили на пляже много медуз. Один из них медуза с ольвиной шерстью больше напоминал инопланетянина, чем морского обитателя. А вот в Австралии на берег вынесло совершенно загадочного морского обитателя. Местные жители, нашедшие его, никак не могли понять, что это такое. Страшилище имело белое тело и черные ноги шу пальцы. Снимки опубликовали в соцсетях. И тут выяснилось, что монстр представляет собой не что иное, как анимону морскую. Ее еще называют анимону полосатой. Видимо, ее вынесло из океана штормом, а волны перевернули животное, в результате чего она стала похожа на жуткое чудовище. Очередного монстра нашли после урагана Харви на побережье американского штата Техас. Им оказалось пугало средами острых зубов. Снимки чудища тут же появились на страничке биолога Претидеса в Твиттере, который попросил у пользователей идентифицировать морского обитателя. И довольно скоро пришел ответ, что это скорее всего какой-то особый вид угрей. Но, с другой стороны, угри не бывают такими устрашающими, да и размерами они вряд ли подходят под это определение. На фото, монстр морской черт со странички профессионального рыбака из Великобритании Джоша Перкса. Фото Ученые до сих пор гадают, что это за загадку подкинуло им море. Другую, не менее интригующую загадку обнаружили уже калифорнийские ученые, которые заметили на берегу своего штата выброшенную на песок солнечную рыбу и ее еще называют рыбой-обманщицей. Этим термином ее наградили, так как долгое время не могли определиться, с кем именно имеют дело. Их теологи считали эту морскую тварь обитательницей южного полушария, и ее не раз, еще с их века, видели только там. И вот через столько лет она появилась в калифорнийских водах, что сразу же вызвало недоумение и замешательство в среде ученых-мужей. Они до сих пор гадают, каким образом рыба, которая живет на юге, оказалась в северном полушарии. Ученые не устают ежегодно фиксировать странных и страшных существ, некоторых из которых так и не удается опознать по результатам наблюдений. Они действительно не поддаются никакому описанию или идентификации. Одно из двух, или обитатели морских и океанских глубин постепенно мутируют, или же, что более вероятно, мы еще не до конца изучили тех, кто населяет земные и водные просторы. И думается, что Земля приподнесет нам еще немало сюрпризов. Очевидное невероятное, Рудковская пожаловалась на потусторонние силы тайной планеты. В Антарктиде нашли корабль пришельцев фотогалерея. 17 невероятные монстры.